Всем привет! Если вы подписаны на мой телеграм уже достаточно давно, то скорее всего видели вот этот пост, в котором я вам показывал, как были слиты сразу несколько будущих коллекций. И вот, прошло уже 5 месяцев, и мы наконец-то можем увидеть последнюю из таких коллекций. Риот поделились со мной некоторыми материалами, так что сейчас я покажу вам последний из слитых вандалов под названием «Начало времен». А вместе с ним, конечно же, и всю остальную коллекцию, которая включает в себя Фантом, Шрифт, Джадж и, конечно же, новый нож, вместе с карточками и всей прочей такой темой. Этот набор будет стоить 8700 Валорант Пойнтов, и, конечно же, тут будут различные эффекты, добивания и так далее. В общем, все, как вы любите. Собственно, не будем медлить, и давайте переходить сразу к обзору. Собственно, давайте начинать, будем двигаться по порядку, начнем с брелка. Вот такой вот брелок, выглядит достаточно прикольно, необычно, скорее всего, вот эти вот элементы будут крутиться. Но на брелке долго останавливаться не будем. Дальше у нас граффити, тоже достаточно симпатичное граффити, но, думаю, вам хочется поскорее уже узнать, какие там скины. Однако, я все еще покажу вам вот эту вот карточку. Карточка, кстати, получилась очень классная, как по мне. Обычно в коллекциях карточки такие немножко странноватые, но вот это мне почему-то прям понравилось. Однако, в любом случае, Джинкс Ван Лав. Ну и начинаем самое интересное. Это обзор уже непосредственно скинов. Первый у нас тут вандал. Собственно, это тот самый слитый вандал, но, конечно же, выглядит он гораздо лучше, чем на этих вот слитых фотографиях. Потому что тут уже прям и хорошее качество, и различные расцветки, можете сами оценить. Соответственно, как мы видим по скриншотам, вот этот вот шарик, он будет, я так понимаю, каким-то образом там крутиться, двигаться. Да, к сожалению, никаких футажей нам не предоставили. То есть я не смогу вам показать, как это выглядит в игре, но хотя бы в таком виде ознакомиться со скинами, я думаю, вполне себе тоже неплохой вариант. Собственно, вот такие вот будут четыре расцветки. Первая будет открываться зеленая, потом красная, и в конце уже черная. Поэтому, если вы хотите получить себе, например, вот такую, то вам придется заплатить больше всего радионид поинтов. Так что будьте к этому готовы. Ну, как по мне, черная и, наверное, красная выглядят круче всего. А вот эта вот такая бронзовая, это будет, ну, дефолтная расцветка, то есть стандартный цвет, за нее платить не надо будет. Только лишь прокачать сам скин на добивание и все остальное. Давайте двигаться дальше. Тут есть еще несколько скриншотов, чтобы вы могли оценить вообще, как выглядит этот скин с разных углов. То есть, в принципе, довольно симпатично. Мне нравится. Я специально поставил в этой расцветке, потому что, ну, потому что мне эта расцветка, опять же, нравится больше всего. Вот такой вот вандал. Выглядит довольно элегантно. Собственно, и цель у этой коллекции была сделать какие-то элегантные скины. Далее у нас Фантом. Вот таким вот образом тоже он выглядит. Очень прикольно. На самом деле, вот все вот эти вот скриншоты, да, они поначалу могут показаться какими-то странными или наоборот. Может, кому-то сильно понравится. Но вы должны также учитывать то, что в руках, когда ты уже оружие, как бы, ну, держишь в игре, оно ощущается совершенно по-другому. Из-за этого мне поначалу Фантом Жнец совсем не понравился, а вот в игре, когда я еще услышал звуки, когда я его подержал, он мне прям зашел. Собственно, вот это вот, так сказать. Ну и вот такой вот вид на вот эти вот Фантомы, наверное, лучше всего передает то, как они будут ощущаться в руке. Все то же самое по цветам, естественно, как и во всех коллекциях. Ничего необычного, но выглядит довольно красиво, мне нравится. И давайте покажу вам поближе несколько тоже с различных перспектив, так сказать, этот Фантом. То есть вот этот шарик, да, он, скорее всего, будет крутиться, там как-то подсвечиваться, будет связана с ним анимация. На самом деле уже есть похожее оружие в игре. Это, конечно же, и он, тоже там внутри крутится шарик. Наверное, тут это более всего, наверное, именно с Ионом тут больше всего его будут сравнивать. Хотя, конечно, по стилю и по расцветкам это совершенно другое оружие, потому что и он, он такой, знаете, немного пузатый. Это оружие чуть более такое сдержанное, элегантное, наверное, что ли. Далее у нас будет Шериф. Да, это, наверное, первая коллекция, в которой сразу Шериф, Фантом и Вандал. То есть, да, есть там условно Глич Попы, РЖИКсы, но там по две коллекции. А тут одна коллекция и сразу же есть Фантом плюс Вандал. И, как по мне, это достаточно круто. Вы можете, что называется, убить двух зайцев, купив одну коллекцию. Если бы тут еще Оператор был, было бы вообще шикарно, но это уже было бы, наверное, слишком. Конечно, и коллекция сама по себе не дешевая, но зато вы сразу получаете много крутых скинов, с которыми вот вы реально будете постоянно играть. Собственно, Шериф далее. Далее тут, кстати, вот этот вот кружок уже не такой-то уж прям и кружок. Он как бы помещен в какую-то такую, я не знаю, что это капсула, не капсула, не знаю, как это даже назвать. Вот с этих ракурсов получше будет видно. Тут он уже более кругло выглядит. Такой вот Шериф. Ну, как по мне, достаточно красивый. Опять же, в целом, мне вся коллекция нравится. Надо будет только слушать звуки. Ну и, наконец-то, Джадж. Это финальный скин этой коллекции. Тоже очень красиво сделан, на самом деле. Тут прям он во всех расцветках мне нравится. Ну, кроме, наверное, вот этой, потому что... Ну, что-то, как-то такое сочетание фиолетового с зеленым мне не особо заходит. Но во всех остальных цветах прям очень красивое оружие. Соответственно, как и все предыдущие, показываю с разных перспектив. Можете ставить на паузу, что-то там детально рассматривать. Плюс загружу картинки в свой Телеграм, поэтому, опять же, подписывайтесь. И сможете все уже более детально рассмотреть. Вот такая вот коллекция. Ну и, наконец-то, наверное, самое интересное для многих это нож. Нож не скинули почему-то с разных вот вариантов, а только вот такую картинку. Я не знаю почему, но вот таким вот образом будет выглядеть нож. Как он его будет держать, я не знаю. Наверное, где-то вот тут вот будет держать. Вряд ли он будет держать за этот шар, потому что, ну, он же летает. И это фишка всего скина. Вот, кстати, видите, как он тут тоже светится. Достаточно красиво. Скорее всего, будет так светиться либо во время киллов, либо там перезарядки, как-то еще. Думаю, что анимации у этого скина будут красивые, потому что, судя по тому, что я почитал в пресс-ките, там разработчики прям повозили с этими анимациями. Поэтому, ну, это должна быть не какая-то обычная перезарядка. Скорее всего, этот шарик будет как-то там вылетать, что-то еще такое будет происходить. В общем, будет красиво и круто. Вот такой вот нож. Вот такой вот нож. Соответственно, ну, у него, естественно, тоже будут расцветки, будет добивание, особая анимация осмотра, что-то связанное с этим шариком. Скоро увидим. Собственно, вот такая вот коллекция. Начало времен. Пишите в комментариях, как она вам. Как по мне, коллекция достаточно красивая. Ну, на этом у меня все. Всем большое спасибо, кто досмотрел до конца. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok